ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ «За мышкой» Сергей Гинзбург. Это его неизменная привычка – вырывать мышь из рук монтажера. Яркий показатель, что режиссер Гинзбург в любых обстоятельствах делает свое кино. Команда, кстати, не обижается на такую неудержимую авторитарность ни на монтаже, ни на съемках, поскольку и процесс, и результат обычно бывают радостными. Сергей Гинзбург – один из крупнейших сегодня режиссеров, снимающих сериалы. Не секрет, что за этим популярным киножанром частенько тянется дурная слава. Мол, низкопробный продукт, мыло, развлекалово, непрерывно перебитые рекламой – в общем-то, дешевый вариант кинозрелища. Но, как у всякого правила, исключения находятся и здесь. Некоторые творческие команды научились таки превращать в искусство многосерийные проекты и тем самым подарили зрителю возможность слово «сериал» понимать не только как ругательное. Плохо ли, хорошо ли, но сериалы заполонили наш мир. Долгие истории, на которые подсаживаются и домохозяйки, и чего скрывать их брутальные половины, за десяток лет вошли в привычку. Стоит лишь порадоваться, что в «Медиапотоке» являются многосерийные картины достойного качества и хорошего художественного уровня. Представляем некоторые из последних работ нашего героя. «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Сын отца народов», «Убить Сталина» и «Волчье солнце» – проект грядущего телеэфира. Сергей, первый вопрос глобальный. Почему вы снимаете в основном сериалы, а не в основном полный метр? Почему я это делаю? Мне нравится. Потому что для того, ну, мне в принципе нравится заниматься этой профессией. Снимать полный метр или снимать сериал – это вопрос только технологический. И то, и другое кино, если ты снимаешь это, ну, как бы профессионально и честно. Почему сериалы? Потому что, наверное, это сейчас единственный живой процесс, который имеет под собой и экономическую, и конкурентную основу. Но сейчас то кино, которое в основном в виде зрителей, оно же продюсерское? То есть идею фильма дает вам продюсер? Дело в том, что, смотрите, все очень просто. У меня может быть идея, да? Но чтобы осуществить эту идею, мне нужны деньги. Немало причем. Да, немало. Даже на уровне идеи. Надо договориться с автором, надо найти автора, и автору надо платить. Вот это как бы первый начальный этап разработки этой идеи. Практически на сегодняшний день готовых сценариев, которые лежали бы где-то в столе у автора, нет. Ну, я имею в виду талантливых людей. Графоманских куча. Какой-нибудь дряни там несусветной. Ее очень много. Но она никому не нужна. Хороших сценариев нет. Авторов очень мало. Они нарасхват. И это очень плохо на самом деле. Но у них нет времени писать что-то для себя. У них максимум, что они могут написать, это несколько заявок, которые они предлагают продюсерам. И тогда начинается период написания, собственно, сценария. Длительный, сложный, мучительный иногда. Ну, вот бытует такое расхожее мнение, еще оставшееся от старых времен, что сериалы – это такое плохое кино, что снимается в основном ради денег, что ради того, чтобы вставить рекламу в середину фильма. Все это временно-очаковое покорение Крыма, свидетельство. Все очень просто. Если вы вспомните, там, лет 10 тому назад, никакого производства сериального у нас не существовало. Компании покупали бразильские сериалы. Вы, кстати, их смотрели? Да, ну как, ну я их, я не, нет, я никогда не был любителем. Я, вероятно, смотрел сериалы типа «Скорой помощи», «Никита», вот такого плана. Я смотрел, но их было очень мало. Я смотрел «Спрут», тоже был замечательный сериал. Вот, а потом пошли вот эти вот дешевые простые сериальчики, даже ситкомчики, да, где такая жвачка бесконечная тянется, кто от кого родил, кто кому должен, и кто с кем переспал, и кто больше мучится. Вот, отсюда пошла эта вот такая пренебрежительная по отношению к сериалам. И, естественно, первые сериалы, которые снимались в России, они тоже ставили свои задачи заработать деньги. Денег было очень мало, поэтому было очень много халтур. Это то же самое, что сейчас сказать про театральную антрепризу. Как к ней надо относиться? Все зависит от той антрепризы, которая есть. То есть сейчас студии понимают, что нужно выделить ресурсы, время, деньги? Да никто ничего не понимает. Вот вы так рассуждаете, все понимают. Понимающих 2-3 человека из продюсеров, которые думают, которые профессиональные и грамотные. Есть еще там человек 5-6, которые правда любят кино. Но огромное количество барыг, которым просто надо зарабатывать деньги. Но поскольку телевизионное производство, в отличие от прокатного, стало индустрией, да, и за это платят деньги, в это производство вкладываются деньги, снова вкладываются. И в данном случае канал или каналы, вот этот пул каналов, который и создает эту индустрию, очень жестко ограничивает качество канала. Ты можешь один раз обмануть канал и снять какое-то фуфло, которое никому не будет нужно, получив под это деньги. Больше они тебе не дадут. У меня, к счастью, есть возможность выбора, да, и я выбираю тот материал, который мне нравится. И когда я его делаю, там есть мое личное. То, что мне интересно, поэтому я и люблю эту профессию. Это моя возможность высказаться. То есть продюсер не диктует вам на уровне идей, заложи туда вот это? Нет. То, что мы... Нет, мы можем с ним это обсуждать. И не только с ним, но и с канальными продюсерами, и с автором. Мы можем обсуждать ту идею, которая нас всех... То есть с этого начинается. Потому что если мне изначально не нравится идея, я просто за нее не возьмусь. Я скажу, слушай, это не мое, я не буду. У меня не получится. Если это не мое, это просто не получится. И какая продюсерская сверхзадача стояла, например, в Япончике? У каждого было свое видение, у автора свое. Ее у, допустим, Влада Ряшина было свое. Но оно... Кому все время это было проговаривали. Поэтому они... Она так или иначе сблизилась. У меня было забавно. То есть, ну, там была история, да? Когда там меня спрашивали, я мог рассказать историю о том, как мальчик из трущобы мечтает стать королем. Но единственная возможность у него стать королем – стать королем преступного мира. Что, в общем-то, некий такой... Этакая сказка. По большому счету, этот фильм должен быть... В основе этого лежала вот эта легенда о Мишке Япончике. Но вообще фильм был про Одессу. И так он и формулировался. Константином Львовичем Эрнстом и Владом Ряшиным. Мы говорили о таком... Какой-то романтической истории, в которой есть возможность показать то время и этот город. Замечательный город. Легендарный город. И я помню, как Костя мне говорил, что он хочет, чтобы много было всякой еды. Он за замечательное слово говорил «Живиальность», да? То, что... Или «Витальность». То есть жизнелюбие, да? Этого города. А для себя, ну, там смешно. Для себя я в конечном итоге сформулировал, про что этот фильм. И я был удивлен, когда кто-то из зрителей это озвучил. Я это в качестве такой... Для себя хохмочки это делаю. Но это было право. Это фильм про то, что евреи тоже люди. А этот город как-то связан с вашей судьбой? Я до этого никогда не был в Одессе. Хотя мой папа родился в Одессе. Вот так он был связан со мной. И я получил медаль от этого города. Медаль именно за японца. Ну, а «Волчи солнца» это в сверхзадачу фильм про что? Не буду сейчас, пока нет. Я не закончил фильм, я не могу об этом говорить. Речь идет о 24-м годе. О неком агенте, бывшем дворянине, который перешел на сторону советской власти. Вообще вдумайтесь, что такое гражданская война. Из всех войн самая подлая и самая кровавая. Это гражданская война. И вот все мои герои, они как раз люди, сломанные этой гражданской войной. Мы даже когда с автором писали, мы говорили, что нам нужен город людей, потерявших. То есть город людей потерял, потеряли что-то. Кто-то потерял любовь, кто-то потерял веру, кто-то потерял совесть, кто-то потерял жизнь. То есть это время потерь. Это трагедия? Конечно, конечно. Не дай бог никому оказаться перед таким выбором. Сергей, а почему вы не окончили театральное заведение, в которое, как я знаю, поступили? У меня несколько было этих обучительных. Последнее, что там у меня было, это, конечно, был Курсов Роса и Васильева. Но дело в том, что тогда это был, какой же это был год-то, господи, самое начало перестройки. В театре на Таганке появился такой человек, Олег Киселев, которого я считаю своим учителем и человек, очень много для меня сделавший. У него был потрясающий театр. И я в первый раз увидел, когда он показывал какой-то кусок, по-моему, в реп-зале на Таганке, кусочек своего спектакля «Эфрос». То есть вы не профессиональный актёр? Вы там после школы, да? Почему после школы? Я и после армии. После школы, после армии? Я ещё работал в студенческом театре МГУ. А вы ещё и в МГУ учились? Нет, я не учился в МГУ. Я был режиссёром, вторым режиссёром в театре МГУ, где был Евгений Славутин тогда. Да, замечательный. Он есть сейчас. И этот театр был очень славный. Там и Лёша Кортнев был, и Валдис Пельши, и ещё масса-масса ребят. То есть, ну, вы учитесь в школе? Я учусь в школе. Я занимаюсь спортом. Боевым, наверное, каким-нибудь? Нет. Я играл в ригби. Что? Да. Вот так, серьёзно играл. Потом у меня была травма. В школе появляется какой-то самодеятельный кружок. И дальше я открываю в себе сверхдарование? Ничего я не открываю. Мне должны были по математике поставить, по-моему, двойку. Там у меня были проблемы с дисциплиной и так далее, и тому подобное. Вот. И классный мне сказал, я поставлю тебе тройку, но ты пойдёшь в этот кружок запишешься. У меня ничего не осталось. Я пришёл в этот кружок, а там были замечательные ребята, которые с театра на Таганке вот это организовывали. Вот. И для меня открылся театр тогда. Я стал ходить на репетиции, они стали таскать меня на спектакли. Театр на Таганке. Тогда это было как бы моей любовью. То есть я вдруг открыл для себя какой-то совершенно другой мир, который туда меня полностью затянул. Я пришёл после армии, такой деревянный, стал поступать и завалил, по-моему, сочинение в Щепкинском училище. И дальше я с отчаяния поступил в Институт культуры. Получилось там год, наверное, бросить. Потому что то, что я получал в театре на Таганке, стоило гораздо больших университетов, чем все вместе взятые. Потому что то, что я мог сидеть на репетиции и видеть репетиции любимого, репетиции Василиева, который пришёл тогда в театр с спектаклем Васа Железнова. Это вообще был другой театр. Расскажите, когда вы ушли из театра и почему? Последний мой театр был, который долго держался. Это был театр Антона Чехова. Вот это антреприза Леонида Трушкина. Я играл там в нескольких спектаклях, был занят. Я к тому времени, намучившись в обычном репертуарном театре, где мы были на положении почти рабов, потому что нельзя было сниматься, то всё время в каком-то, пригибая уши, должен был искать какие-то лазейки, чтобы где-то заработать там. Ну, ты полностью был крепостной такой. И из этого были конфликты. Вот. То грызня там, да, конкуренция внутри. И у Лёни в этом театре был потрясающий дух. То есть глоток воздуха. Это была совершенно какая-то европейская система. Антреприза. Никто никому ничего не должен. Оплатили, они очень хорошо. Это, в общем, меня во многом спасло вот в эти кризисные годы, потому что моя зарплата за один спектакль у Лёни в театре была больше, чем месячная спектакль, с зарплатой в театре при СТД, в котором я тогда имел честь служить. Вот. Я в месяц получал меньше, чем за один спектакль у Лёнина. И, конечно же, это потрясающая возможность учиться. Я пришёл на первую репетицию, и я уже был артист, ведущий артист молодёжного театра, что там, у нас я там был один из главных, а тут я вдруг увидел, ну, замечательно, легенды, да, вот, когда я был с тобой, и ты вдруг понимаешь, что ты как-то на фоне-то так себе артистик, кто-то ещё там, где-то внизу, мальчик. А Лёне нужен был такой персонаж, там я смеясь называл, вопрос, что ты там играешь, я говорю, я играю звук лопнувшей струны. Вот. Я не знаю, прибейте... Это было очень смешно. Но, значит, я помещался, там у него была декорация, такой огромный шкаф на всю сцену. Вот эта знаменитая метафора, дорогой, многоуважаемый шкаф Гаева. То, что играл Волков, блестящий монолог, блестящий он это играл. Да там вообще были актёры потрясающие, и молодые, и старики, которые были собраны. Я помню, Евстигнеев играл в Фирса. И играл он, он и ещё играл, и Володя Самойлов тоже. И какой-то день мы играли спектакль, и Евгений Александрович сидел в зале. Не играл, а сидел в зале. И он нашёл ко мне, у него был смешной разговор. Он говорит, ну, простите, я же, собственно, не видел, как бы, мне очень понравилось. Он такой был потрясающий. Потрясающий. И коллектив был замечательный. И мы мотались на гастроли. То есть, вы говорите, халтура. Какая халтура? Это было очень дорого. Представляете себе спектакль «Вишнёвый сад». Количество актёров, их зарплаты, огромные декорации. И тем не менее мы ездили на гастроли. Это не чёс, не два стула. Так в какой же всё-таки момент вы ушли из театра? Когда закончился спектакль у Лёни там же тогда же. А кого вы играли в «Там же тогда же» среди двух актёров, по-моему, на которых поставлен этот спектакль, Константина Райкина и Любови Полищук? А вот там дедушка был. Это же был 90-й год, 92-й, 91-й год. И есть было нечего. Просто мало кто помнит, как мы вообще жили. Для меня это была большая возможность творческая и финансовая. И он меня позвал на вот этот спектакль. Они уже, наверное, месяца два репетировали. И я, вначале, очень обрадовался, воодушевился. Он мне дал пьесу. Я прочёл её. И разозлился дико. Я говорю, Лёнь, ну, извини, конечно, что я отказываюсь. Я говорю, даже не кушать поданное. Там вообще нет ни одного слова. Ты не понимаешь. Это очень важная для меня роль. Мне нужен человек, который отбивает время, который показывает это время. Ну, опять инфернальная роль. Меня уже стало злить на самом деле, потому что я был специалист по инфернальным ролям. Вот. И я сказал, не, я не буду. Я не буду в этом спектакле играть. Это даже унизительно. Пришёл домой. Тогдашняя моя жена мне сказала, ты что, больной? Что значит, ты не будешь? А на что мы будем жить? А это была очень хорошая зарплата. Я согласился. И тогда мы с Лёней очень забавный был разговор. Говорю, только хорошо. Он хотел что-то мне какой-то парень, какие-то волосы. У меня тогда были свои, в принципе. Но он хотел какие-то сделать серебряные волосы. И я говорю, нет. Я уже такой был насупленный. Токма стараниями жены, зарабатыванием денег. Я согласился на этот спектакль. Вообще, ну что это такое за роль? Где рост? Ну, что-то. Но каково было моё удивление, когда на третьей картине, там четыре картины, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, я уходил под аплодисмент. Я зашёл за кулисы, и Костя ему говорит, это что? То, что им хлопали, это очевидно и понятно. Он говорит, это что? А у Лёни была такая, как бы всё время такая история, мы немножко посмеивались, что вообще в театре главное катарсис, что необходимо довести зрителя до катарсиса. И когда Костя спросил, что это, я сказал, что ты не видишь катарсис? Я играл, потому что это была последняя веточка, последняя ниточка, которая связывала меня как актёра с театром. Вот мы и подошли к драме. Никакой драмы в этом нет. Ну, а как можно было прожить полжизни в театре и потом лишиться его? Во-первых, меня уже тошнило от театра того времени. Он был мёртвый. Он сейчас чуть-чуть, только начинает, только где-то, я сейчас иногда прихожу на какие-то спектакли, вдруг, бух ты, неужели? Неужели может быть так? Я уже видел пару или тройку очень интересных спектаклей. Вот. В то время, опять же, то, что было у Лёни, аншлаги, почему мы получали такие деньги? Потому что он театр зарабатывал, и очень хорошо зарабатывал, у него были очень удачные постановки, то в большинстве театров была скука, мука и три с половиной зрителя. Когда была шутка, надпись в кассе театра «Весь билет продан». В стране всё менялось, была вот эта революция, и ритмы были другие. И когда я оказался на телевидении, то меня поразило, ну, это тогда было то телевидение. Оно было дико азартное, оно было какое-то очень мощное по энергетике, оно было весёлое. И у нас был проект, который мы делали вместе с Мишей Ефремовым. Миша Ефремов и Андрей Васильев. У нас такая была смешная, стёбовая программа о театре. Называлась она «Акт». Задача была популяризировать театр, как-то пытаться его, ну, хоть как-то привлечь зрителей. Я уже к тому времени, вначале, как участник программы «Обана». Я шёл в кабинет Малкина и увидел, в общем, уже не очень молодого человека, который сидел совершенно убитый, горем, серый весь, от ужаса и страха, его трясло, закрыли его программу. Я подумал, не-не-не, я не хочу, не хочу так зависеть, что это же очень зависит. Вообще актёр, профессия зависимая, поэтому, может быть, я и режиссёр. Это тоже был своего рода бунт. Вот в вашей нынешней работе что самое сложное? Всё. Я на первом фильме очень точно для себя сформулировал, что профессия режиссёра заключается в умении не дать никому испортить своё кино. А все очень стремятся, да? Причём из плохих побуждений и из хороших побуждений. Потому что ты один отвечаешь за конечный результат. Тебе необходимо сцементировать всю эту группу, все эти таланты, собрать им в одну кучу и направить эту энергию туда, куда нужно тебе, на созидание. Потому что их талант может разорвать картину и уничтожить её. Тут главное что? Терпение? А я даже не знаю, ты на уровне, знаете, какой-то интуиции. Ты как-то на ощупь. Просто ты себе как матрицу эмоционально сформулировал этот фильм, и всё. Иногда ты не можешь даже объяснить, почему так, а не по-другому. Просто чувствуешь, что так. Это профессия, в которой нет колков. Нельзя сказать, нажимай сюда, нажимай сюда, и получится. Сказать можно, но не факт, что получится. Каждый раз я дико волнуюсь, каждый раз я нахожусь в состоянии почти истерики, когда я там начинаю что-то делать, приступаю к монтажу. Мне кажется, что это в жизни не соберётся, что у меня ничего не получится, что это всё бред какой-то. Потом как-то берёшь себя в руки, потихоньку, потихоньку. Вот у меня мои сыновья, да, там, дети. Я стараюсь им помогать, но я не могу за них это сделать. Потому что сразу станет видно. Можно по блату устроить куда-нибудь, я не знаю, в ЖЭК, там, или в каком-нибудь институте надо сидеть, протирать штаны и быть восьмым лопухом, получать свою зарплату. Здесь сделать своего ребёнка актёром по блату невозможно. Помочь ему, подсказать ему что-то по профессии, да. И всё. Вообще в любом искусстве искренность и правда это эмоциональная, в том числе искренность, эмоциональная правда, это, ну, основа. Ну, представьте себе поэта, который не искренний. Поэт. И вот он пишет какую-нибудь чушь. То есть рифмовать он может. Ну, как, да? Дорогой юбиляр, в честь твоего рождения дарю тебе варенье. Все аплодируют. Ну, это же не стихи. Это же не стихи. А как можно написать то, что написал Пушкин? Ну, любую его строчку возьмите. Алина, жальтесь надо мной, быть может, за мои грехи, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд всё может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Ребята, ну, как это можно написать, если Бог тебе не дал таланта и искренность? Как? Никак. Субтитры сделал DimaTorzok